Восемь часов за рулем джипа по грязи и тайге провели участники открытого турнира по внедорожным видам спорта «Баянай Трофи» в Мирненском районе. 12 экипажей разных классов боролись за призовые места. Как проходило испытание техники и людей на прочность, расскажут наши коллеги. Холод, тайга и грязь по пояс. Именно так проходил «Баянай Трофи». 12 экипажей из Мирненского и Ленского района бросили вызов якутскому бездорожью. Что вы ждете от сегодняшнего года? Удовольствие. Удовольствие и грязь. Да, грязь, главное грязь. Автомотоклуб «Баянай» проводит гонки уже четвертый год. Пока не носит характер неофициальных. Заезд организуют по любительским правилам. Они идут в разрез с регламентом Российской Федерации авто- и мотоспорта. Но к высоким спортивным достижениям клуб все-таки стремится. Ребята у нас приехали, да, с Якутска ездили в этом году. Попробовали вот этот новый формат. Мы еще к нему не готовы. Мы там заняли седьмое место, предпоследнее. Нам надо к этому еще подготавливаться. Пару лет нам надо еще. Нам надо сначала вот тут обновить. Мы пытаемся сюда вот обновить, которые там видим в Якутске, вот эти новшества. Мы потихоньку-потихоньку в наши соревнования мы уже сюда все включаем. Заезд внедорожников длился целый день. По регламенту на прохождение трассы отводится 8 часов. Все это время за экипажами наблюдали преданные болельщики. Не пропуская гонки эти здесь, которые проходят у нас на этом месте. Хожу каждый год. У меня муж. Давай, давай! И внула квадратный, квадратный, он, а я нам и здесь. По правилам экипажи должны были достичь 20 точек, разбросанных по карте в определенном порядке. Не обошлось и без рекордов. Так у Николая Герасимова, который участвует уже не первый раз и даже занимает призовые места на республиканском трофе, на покорение этой дистанции ушло всего два часа. Мы финишировались сегодня, самую первую. Ваши ощущения? Отдали ничего в крови. Отдали все, все. Так что пока не осознали. Эмоции супер, эмоции зашкаливают у моего экипажа. Все кричали, визжали. Всем весело, здорово. Организаторам огромное спасибо. После таких гонок по бездорожью машин ждет недешевый ремонт, а участников большая стирка. Ведь на отдельных участках гонщики штурмовали рубежи буквально по пояс в грязи. Однако расстроенных на финише не было. Ведь для этого владельцы внедорожников и приезжают сюда за адреналином, запахом тайги и, как говорят сами участники, помесить грязь.